всем привет добро пожаловать на канал видите с вами я владимир тишевский сегодня поговорим на очень актуальную тему это большие смартфоны и рассмотрим интересный вариант как дешевый баксов за 140 так и подороже баксов за 250 стоит ли покупать дешевый стоит ли покупать подороже и вообще стоит ли покупать большие смартфоны сейчас поговорим о смартфоне менее известного бренда это юханс юханс макс 2 называется не видите сходства до xiaomi мимакс 2 вот мимикс кстати 2 да и юханс макс 2 и кстати юханс скорее всего подглядели успех сяоми я вот к примеру недавно смотрел промокод вчера выложили промокод на 50 мимакс вторых по цене там ну минус 10 долларов от текущей цены можете по ссылке в описании посмотреть какая цена в общем 50 уже раскупили очень быстро реально очень быстро поэтому я не успел купить мимакс 2 подешевле хотя он у меня и был на обзоре но я думал может быть там перепродать туда-сюда в общем юханс макс 2 чем он интересен прежде всего эта цена 140 долларов сейчас на него цена что нам производитель предлагает за эту цену то есть говорит вот платите 140 долларов а я вам предлагаю такой смартфон большой смартфон с диагональю ребят с диагональю 644 также у смартфона 4300 миллиампер батарейка к примеру меньше нежели у мимакс 2 4 камеры две фронтальные две основные это конечно вообще бред так что на это можно не обращать внимание далее сканер отпечатка пальцев 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти перейдя на страницу покупки я вижу о том что цена действительно 139 99 308 штучек осталось то есть было где-то штук 500 наверно судя по этой рысочки хотя все может быть что они рисуют от фонаря тоже может быть и промо заканчивается через восемь дней и так юханс макс 2 имеет full hd экран далее восьмиядерный процессор мтк 6750 т что тоже весьма неплохо ну и как я говорил 4 гига оперативки 64 гигабайта встроенной памяти также есть поддержка lte 3g выглядит смартфон достаточно неплохо как для бюджетника особенно с ценой 140 долларов в принципе есть и реализована идея с разделением экрана что тоже весьма неплохо можно смотреть кино и плюс там чатится например или youtube канал смотреть и чатится радует что android 7.0 ну вообще могу сказать что за эти деньги вполне себе достойное устройство тем более что 464 это очень даже неплохо и по картинкам смартфон тоже смотрится весьма весьма неплохо как по мне лично я считаю что очень даже достойно теперь xiaomi mi max а кстати он подешевел сейчас немного и продается по 235 99 464 но я так понимаю что черная версия будет стоить чуть чуть дороже сейчас мы это проверим до 242 99 логично что и следовало ожидать и так что мы получаем у xiaomi мы получаем полком с name dragon 625 который по производительности где-то на 40 процентов производителей нежели тот который в том смартфоне 4 гига оперативки так как и в том-то смартфоне 64 гигабайта встроенной памяти но единственное что могу отметить то что у xiaomi 5300 миллиампер батарейка и он будет жить значительно дольше опять же цена выше соответственно за эту цену вы получаете более крутое устройство mi max 2 мне он чип понравился то есть он реально классный у него классная камера то есть я не отрицаю что mi max 2 своих денег стоит то есть я однозначно за но нюанс заключается в том что часто люди хотят себе смартфон до 150 долларов и тут возникает вопрос брать к примеру xiaomi redmi note 4x 5 с половиной дюйма экран или же 644 вот этот yuhans 2 max 2 max 2 стоит ли его брать или нет конечно для кого-то выбор очевиден что однозначно xiaomi redmi note 4x потому что это xiaomi вот потому что это лучшее качество потому что там тоже валкомовский процессор и так далее но есть но если человеку нужен смартфон до 150 долларов но нужен большой экран то можно брать вот такой yuhans max 2 в общем надо будет сделать небольшой запросе гербест узнать смогут ли они мне сделать скидончик чтобы я к примеру как видеоблогер для обзора чуть дешевле его купил и соответственно возможно будет в октябре обзор но в целом а юханс идут хорошие отзывы в основном сам аппарат вызывает доверие судя по внешнему виду характеристикам и так далее также если вы хотите купить такой девайс то пишите ваши вопросы если у вас еще остались вопросы если вы смотрите это видео через месяц два три после выпуска моего видео и вы являетесь уже владельцем этого смартфона напишите отзыв будет всегда полезно приятно плюс ко всему те люди которые через месяц два захотят его купить заинтересуются смогут посмотреть ваши отзывы и принять как положительное так и отрицательное решение но в целом как бы по моим предположениям смартфон очень очень даже угодный и интересный так что не забывайте подписываться на канал для того чтобы посмотреть обзор данного девайса поэтому это видео не обзор то есть это как бы рассуждение на тему как человека который постоянно юзает большое количество устройств разные всякие 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 разные вот как то так спасибо вам большое за то что смотрели подписывайтесь на социальные сети в контакте instagram и twitter еще увидимся в новых видео всем пока до скорой встречи